Асель 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 на московском телевидении, российском телевидении, но также и на телеканале в городе Уфа Башкортостан. Это тоже был двуязычный канал. Да, на самом деле на федеральном канале не такой большой опыт работы, как именно на региональном. 15 лет работала на двуязычном канале, на башкирском спутниковом телевидении. Поэтому сегодня, конечно, с коллегами буквально на одном языке говорим, потому что понимаем. Я прекрасно понимаю, что каждый из вас многостаночник. Это не человек, у которого за кадром, знаете, стоит два визажиста. То есть вам рассказали о всех наших болях уже? Ну я сама точно так же работала. И мне на самом деле даже в Москве сейчас тяжеловато работать, потому что хочется ручками залезть во все. Потому что я привыкла, что мы отвечаем за все, и за сценарий, и за видео, и за то, как мы выглядим в кадре. Несмотря на то, что, да, большая команда всегда работает и помогает, но вот это какая-то уже встроенная такая самоорганизация. Поэтому, конечно, сегодня с коллегами мы вот на одном языке про наши боли и переживания, про видеоблогинг и про то, заменят ли нас YouTube-блогеры, нас тележурналистов, или все-таки у нас есть будущее. Но сошлись во мнении, что мы прекрасно друг друга дополняем. И можем, главное, передать все знания, которые были накоплены на телеканале, да, как раз новым или начинающим блогерам. Не знаю, как это будет, либо продолжающим, потому что даже те, кто уже давно, казалось бы, просторы интернета занял, 2, 3, 5, 7 лет, тем не менее, не всегда качественный контент. О чем будете говорить студентам-слушателям медиашколы? Я вот, наверное, хотела бы немножко дополнить, я знаю, что вы разговаривали с Алексеем про тренды, и меня очень часто спрашивают, перестанут ли читать тексты, являются ли видео продуктом, который вытолкнет вот этот наш навык и нашу привычку. Вот, я думаю, что тексты просто трансформировались как бы в видеоблогинг, и наша задача сейчас научиться работать с видеоконтентом, и правда, те навыки, которые есть у тележурналистов, передавать сейчас всем. Вот, и еще очень часто спорят, являются ли конкурентами YouTube и телевидения. Я вспомнила интересные факты из одного интервью, от интервью это давал хакер, известный в мире, который тестирует банковские системы на безопасность, для того, чтобы проверить безопасность. То есть он не взламывает, он тестирует систему безопасности. Так вот, когда ему задали вопрос, кто является конкурентами соцсетей, и куда бы вы хотели получить доступ еще, он сказал, что он хотел бы получить доступ ко снам, и вообще сейчас все крупные платформы, типа Netflix и все соцсети, они борются за то, чтобы отобрать у человека сон, чтобы как можно больше времени, чтобы ночью во сне что-то им может быть проигрывать. То есть тренды вот двинутся вот куда-то вот в эту сторону. То есть это все уже настолько серьезно и... Да, то есть проводятся исследования, все это изучается, и это вот, как оказалось, прям вот головная боль некоторых... Алексей, кстати, ваш коллега говорил и о нейросетях, искусственном интеллекте, и вот да, не потеряем ли мы свой хлеб, естественно, какие-то есть страхи. Ну, это нормально для человека. Я сейчас с большим удовольствием рассказывала, в каком я восторге от того, что нейросеть расшифровала видео, которое раньше сидела часами, расшифровывала, а она просто за две минуты мне это выдала, это прекрасно. Нейросеть нас, конечно, не заменит, потому что человеческий мозг, это человеческий интеллект, это креативность, это нестандартное мышление, и мы можем просто очень красиво вместе с искусственным интеллектом делать что-то новое и интересное. Когда читаете лекцию для других студентов и слушателей, какие вопросы чаще задают все-таки? Страх публичных выступлений, ораторская, артикуляционная гимнастика, речевой аппарат и так далее, я не знаю. Мне кажется, вопросов масса, но такие основные какие? Одно из первых переживаний, это в принципе страх публичных выступлений, и на это я обычно говорю, есть отличная практика, например, дыхательная. Она влияет не только на наш речевой аппарат, но и на наши ощущения здесь и сейчас. То есть когда мы делаем вот эти дыхательные упражнения, мы вспоминаем, мы в теле находимся, мы успокаиваемся, да, мы возвращаемся в момент здесь и сейчас, потому что все наши страхи, они зачастую либо в прошлом, либо в будущем, мы боимся того, чего еще не случилось. Ну и следующее, о чем спрашивают люди, это как расширить словарный запас. И я обычно... Что рекомендуете, да? Да, я обычно рекомендую больше работать с текстом, потому что для людей это не очевидно. Они думают, что нужно больше говорить, но на самом деле у нас активный словарный запас, он около 30 тысяч слов, а пассивный словарный запас у человека с высшим образованием около 80 тысяч слов. Получается, что нам 30 тысяч слов хватает для общения. А когда мы начинаем работать с текстом, мы больше из пассива вытаскиваем в актив. Поэтому каждый раз к любому видео, к записи видео, к прямому эфиру, к выступлению мы готовимся, работаем с текстом и таким образом пополняем, расширяем наш словарный запас. Спасибо огромное за рекомендацию. Виктория, вопрос к вам. Как отбираете вот таких вот спикеров, чтобы все четко, правильно, лаконично? Ну да, Света действительно звездочка. Это, конечно, алмаз, да, который мы нашли. Ну, вот с одной стороны хочется сказать секрет. И Алексей тоже, кстати, да, прям вот он. С другой стороны, не секрет. Не секрет, да. Ну, наверное, поэтому мы к вам приехали, да, потому что нам хочется поделиться этим опытом. И мы знаем таких прекрасных профессионалов, как Светлана. И нам, конечно, очень приятно, что мы работаем вместе. У нас есть возможность привести вам именно таких экспертов и сделать такую образовательную программу. Но, говоря про медиапространство, мы, конечно, очень долго в нем существуем. Мы всегда понимаем, кто примерно является тем лидером мнений, который действительно может дать очень качественные, хорошие знания. Виктория, я надеюсь, что вы же, вот даже если приезжаете во второй раз, это же не последний, не завершающий, да, продолжите эту практику не только в Ак-Тубе, и в Казахстане впервые ли, где еще организовывали вот подобные медиашколы? Сейчас именно такую медиашколу мы организовали в пилотный раз именно в Ак-Тубе. Очень рады. Да, и мы очень рады, конечно, что именно на вашей территории у нас получилось сделать это, получилось удачно. И поэтому мы рады, что у нас сейчас была возможность сделать это второй раз. Конечно, мы будем рады снова к вам приехать и снова это сделать. В России где проводили и какие еще тематики не затрагивали? Ну, те, которые раскрывали, получается, на территории Российской Федерации, но хотели бы еще и здесь вот так же попрактиковать. Говоря про именно эту медиашколу, она вот была эксклюзивно сделана у вас, и мы специально, абсолютно как бы уникально собирали образовательную программу и делали это вместе с вами. Говоря, конечно, про медиафорумы и говоря про мероприятия в коммуникациях и в медиасфере, безусловно, они у нас постоянно проходят, и тематики бывают абсолютно разные, начиная с нейросетей, AI и искусственного интеллекта, заканчивая какими-то такими важными темами, как пиар-супровождение, традиционные медиа. Это другая очень большая сейчас сфера и проблема, потому что все равно организациям и физическим лицам нужно работать с средствами массовой информации и с традиционными в том числе. И, конечно, это, безусловно, остается таким вызовом для многих людей. 13-15 минут этого времени, конечно, недостаточно для того, чтобы поговорить, раскрыть полностью всю тематику, именно поэтому, наверное, мы говорим с вами быстро, чтобы, да, и дать полезность телезрителям. Тем не менее, и эти, этого времени, этих дней, когда выступает спикер, мне кажется, недостаточно обязательно, необходимо, да, организовать еще одну на ту тематику, о которой вы сейчас говорите. Ну и действительно, я думаю, это одна из причин, почему мы, конечно, решили снова вернуться и уже как бы досконально посмотреть один из трендов, который действительно может привести ребят к успеху. Ну и мы, на самом деле, не ограничились только этими мастер-классами, потому что очень дали много инструментов, которые слушатели могут самостоятельно внедрять. И я думаю, что результаты, если они будут делать все, что они услышали, результаты они дадут о себе знать даже через месяц, через два, через полгода. То есть сходить это будет долго. Светлана, говорите ли вы и также о проектах телевизионных, то есть есть у нас такое разделение в любом случае развлекательный контент и более информационный, серьезный контент, новостной, к которому относится новостной в том числе. Вот на эти тоже, будете ли говорить об этой градации? Ну, немножко мы это уже затронули, потому что у меня вот как раз-таки оба опыта этих есть. То есть вы работали? Я много лет работала ведущей новостей, редактором, шеф-редактором в информационной службе, а потом несколько лет работала в развлекательной, в тревел-журналистике. Сложно ли перестраиваться? Поначалу было сложно, правда, потому что новости – это жанр очень сдержанных эмоций в тревел-формате. Я еще снимала с детьми и с мужем, мы путешествовали по республике Башкортостан, и там, конечно, нужно было выйти на гору и сплясать, станцевать или просто весело. Для диктора новостей, конечно, это было сложно, но это именно то, что дало мне очень такой широкий арсенал, и это то, о чем мы сегодня говорили, о том, как переключать эти эмоции, они в жизни очень сильно помогают. Это ведь про эмоциональный интеллект. Да, верно. Наблюдая за контентом различных блогеров, в том числе, и, может быть, своих коллег, которые ушли в YouTube, интернет, блогинг, тоже, как вот реагируете? Какие-то вещи правильные, неправильные? То есть сейчас тоже, когда с вашим коллегом Алексеем говорили, он говорил о том, что бывшие журналисты, они все уходят вот именно в пространство интернета. Мне кажется, мы кочуем то в интернет, то обратно, по крайней мере, я вот так, да. Вы так тоже делаете? То есть у вас есть свой YouTube-канал и соцсети? Я в YouTube-канал только собираюсь развивать, а вообще соцсети, да, я очень давно в блогинге, еще в ЖЖ начинала и училась в первой всероссийской школе блогеров, это было 13 или 14 лет назад, в общем, очень давно, когда еще слово блогер, не все понимали, что это такое. Вот, и мне кажется, что мы кочуем то туда, то обратно. Любовь к телевидению, она какая-то особенная. Вот вы, Ассель, наверное, со мной согласитесь, что совсем уйти оттуда невозможно. Как говорит моя подруга, телеведущая тоже, она говорит, не бывает нас, бывших телеведущих. А что думаете, какие прогнозы на будущее? Два-три года сейчас, конечно, сложно говорить о пятидесяти годах, но тем не менее, хотя бы на ближайшие два-три года дайте рекомендации для тех, кто хочет развиваться как формат личного бренда, либо блогин, блогеров. Ну, сейчас столько бесплатного обучающего материала, столько возможностей практиковаться, то есть нам для того, чтобы попрактиковаться работе в кадре, нам нужно было попасть на телевидение. Сейчас можно выйти в сторис, записать видео, записать рейс. Вот у тебя медиаплощадка, на которой ты можешь нарабатывать навык, поэтому что-то остается только делать, дисциплинированно делать рутинные действия. Спасибо большое. Вика, последние слова, рекомендации от вас. Будем завершать эфир. Ну, наверное, я согласна, абсолютно сувидарна со Светланой, что нужно делать. Делать и верить. И тогда инструменты и все остальное точно найдется. Придут. Спасибо вам большое за беседу, за разъяснение, за рекомендации, за советы. Рассчитываем на то, что мы вновь с вами встретимся в рамках медиашколы, которую вы организовали при медиахолдинге Рика. Спасибо большое за полезности, которыми вы делитесь. Спасибо. Напомню, сегодня в студии были Виктория Загитова, операционный директор агентства Breaking Trends. Она же является и соорганизатором медиашколы при медиахолдинге Рика и Светлана Лобанова, ведущая телеканала Европа плюс ТВ, лауреат премии ТЭФИ. До скорых встреч. Спасибо. Уважаемые зрители, если вы полностью не успели послушать наше интервью, обязательно посмотрите его и переслушайте. Найти вы его сможете на нашем YouTube-канале. У нас на этом все. До скорых встреч. Продолжение следует...